Всем привет! Сегодня у меня короткий и немного смешной ролик о том, как обрабатывать видео в Adobe Photoshop. Конечно, с помощью плагина Dehancer. Да-да, так тоже можно. До недавних пор мы сами не знали об этом, но как только обнаружили такую возможность, решили поделиться этим открытием с вами. Итак, поехали! Открываем Photoshop, открываем какое-нибудь видео. Например, у меня есть вот такое видео с iPhone. Это 4K видео, 25 кадров в секунду. Перетаскиваем видео на Photoshop. Вуаля! Видео открылось на тайм-линии в Photoshop. Смотрите, то есть это не фото, это видео. Более того, я выяснил, что здесь можно добавлять даже дополнительные дорожки и делать какой-то элементарный монтаж. Мы сейчас не будем этого делать. Итак, как обработать это видео с помощью плагина Dehancer для Adobe Photoshop. Все очень просто. Берем, переводим Layer 1 в Smart Object. Convert to Smart Object. После этого запускаем фильтр Dehancer Dehancer Film. Открывается один кадр из нашего видео. Видимо, первый кадр, насколько я понимаю. Здесь мы можем с ним работать. Какие-то можем настройки для него применить, пресеты там и так далее. Можем профили выбирать. Все как обычно. Менять все параметры, все сделать как обычно. Сейчас не об этом речь. Поэтому я просто выберу любой профиль. Ну, например, вот такой вот профиль. До, после. Ну, допустим, там я что-нибудь подшаманю, там контраст немножко увеличу. Допустим, и там белую точку приподниму, да. До, после. Допустим, мне здесь все нравится. И что мне остается сделать? Просто нажать кнопочку ОК. ОК, все. Теперь каждый кадр нашего видео обработан с помощью плагина Dehancer. Конечно же, это работает дико медленно. Если мы попробуем включить плейбэк. Давайте я уберу звук, чтобы он нам не мешал. Как видите, очень медленно. Один кадр в секунду, наверное. Ну, максимум два, может быть, полтора кадра в секунду. То есть это крайне медленно работает относительно DaVinci Resolve. Если вы с ним знакомы, вы знаете, насколько там все быстрее. Значительно, значительно быстрее. Примерно раз в 20, потому что на моей супер мощной машине я обрабатываю со всеми включенными инструментами Dehancer 4K видео. Не обрабатываю, а работаю в реал тайме со скоростью примерно 20 фпс. Это практически реал тайм. Ну, чуть-чуть не реал тайм, но практически. Здесь 1-1,5 фпс максимум. Тем не менее, видео мы можем обработать Dehancer, сделать файл экспорт, рендер видео, выбрать место назначения, пускай это будет у нас десктоп, выбрать все параметры. Ну, оставим их по умолчанию. Вот наше 4K видео, H.264 он будет закодирован. Все как обычно по стандарту. Нажимаем рендер и сейчас мы будем очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долго ждать, когда это видео обработается. Я сделаю монтаж и покажу вам уже готовый результат. Обработка этого 4K видео длительностью 51 секунда заняло в фотошопе с помощью плагина Dehancer около 25 минут. Это, конечно, очень и очень долго. Для общего понимания, если бы мы обрабатывали это видео в DaVinci Resolve, это бы заняло максимум 1 минуту на моей супер мощной машине MacBook Pro последнего поколения. Как видите, все оказалось довольно просто. Значит ли это, что DaVinci Resolve умрет? Конечно нет. Значит ли это, что умрут OFX плагины Dehancer для DaVinci Resolve? Конечно нет. Почему? Потому что возможности Adobe Photoshop по работе с видео крайне ограничены. Там нет всего того многообразия инструментов, с помощью которых вместе с использованием плагина Dehancer можно достигать потрясающих результатов. Обработка видео в фотошопе это крайне мучительный, трудоемкий, очень долгий процесс с минимальными возможностями. Поэтому я даже не знаю, в каких вообще случаях это имеет смысл делать. Но только если очень-очень надо, а под рукой нету DaVinci Resolve и плагина Dehancer под него. Единственное, я должен вас честно предупредить, Dehancer это наркотик. Поэтому как только вы однажды обработаете ваше видео с помощью Dehancer и получите замечательные цвета, ради которых вы используете этот плагин, то вы вряд ли сможете удержаться и не купить полноценный видеоплагин для DaVinci Resolve. Конечно, вы не пожалеете об этом и будете получать огромное удовольствие как от процесса обработки, так и от того, что у вас будет получаться. Потому что цвета, которые дает Dehancer, восхитительные. Но я не могу вас не предупредить, что подобные эксперименты могут привести вас к тратам. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok